Очень слабо. Урбич. Сейчас все расскажем, покажем, главное приготовим и решим, готовы ли мы к импортозамещению. Готовить будем в меланжере, он же урбичмейкер. Кстати, посмотрите его сравнение с блендером на примере арахисовой пасты, ссылка справа вверху. С поиском и покупкой сырья особых проблем возникнуть не должно. Конжут мы всегда покупаем на проверенной базе у проверенного поставщика, советуем и вам найти такого же. А если пока еще не нашли, вот несколько рекомендаций по выбору и проверке на качество кунжута. Во-первых, обратите внимание на то, как хранится кунжут там, где собираетесь его купить. Неважно, на развес или уже упакованный кунжут должен храниться в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Лучше всего, чтобы он лежал в холодильнике. Ну а если это упаковка, то в идеале это будет вакуумная упаковка, которая защищает сезам от неблагоприятных воздействий из внешней среды. Если условия влажности и температуры не соблюдаются, кунжут лежит на открытом пространстве на витрине или в открытых контейнерах, скорее всего, вы купите уже прогорклый сезам, потому что из-за высокого содержания жиров в семенах они хорошо впитывают в себя все ароматы, часто неприятные, а также пыль и грязь. Поэтому покупайте в защищенных упаковках. В любом случае оцените вид, цвет и вкус кунжута. Он должен легко рассыпаться, не склеиваться, без всяких примесей. На вид это шлифованные мелкие семечки, гладкие и как будто бы матовые. Если покупаете не в вакуумной упаковке, потрясите пакет, там не должно образовываться комочков. Если комочки образовываются, значит влажность была повышена и такие семена лучше не употреблять. Качественный сезам имеет в своем аромате легкую ореховую нотку, на вкус допустима горчинка, но не противная, а легкая, приятная и немного пикантная. Когда семечку пытаетесь раскусить, она должна впустить. И еще один маленький очевидный моментик, лучше всего брать кунжут там, где хороший товарооборот и товар не успевает залежаться. И еще лучше брать маленькие порции, для того чтобы у вас дома кунжут не начал горчить. Идеально взять вакуумную упаковку, открыть ее дома, отсыпать сколько вам нужно и затем завакуумировать снова, надолго сохраняя свежесть. Кокосы сегодня можно купить почти в любом супермаркете, хотя, открою вам маленький секретик, у меня как раз таки возникли с этим сложности и я обижала 5 точек в поиске 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кокосов. Поэтому рейтинг кокосового урбича немного падает, ну справедливо я считаю. Итак, как определить свежесть ореха? Кокос это орех. Обращайте внимание на целостность скорлупы, не должно быть никаких трещин. Далее, смотрите на три вот эти ямки, из них ничего не должно подтекать, вытекать, они также должны быть целостные. И самое важное, спелый кокос всегда наполнен водой, поэтому потрясите и если булькает, смело берите. Вот, кстати, вот этот не булькает и мы проверим качество булькающего и глухого кокоса, немого. Для кокосового урбича можно, конечно, взять уже готовую кокосовую стружку и лучше всего без сахара. Но так как всегда натуральное лучше, то я взяла кокосы, которые сейчас предстоит расколоть, разбить, слить водичку. В общем, как вы понимаете, занятие это не из легких, не из быстрых, поэтому рейтинг кокосового урбича снова падает. Для начала нужно слить воду из кокоса и если посмотреть на кокос вот так, мы видим две ямки сверху и одну снизу. Именно ее-то и нужно проколоть. Для этого подойдет палочка, похожая на палочки от суши. Просто легким нажатием продавливаем. Видите, не все так сложно. Вроде бы. Теперь можно перевернуть. Вот так. Видите, капает. Какой полезный, вкусный, ароматный кокосовый сок. Можно, кстати, вставить туда трубочку и насладиться тропическим миксом. Теперь нужно снять скорлупу. И это самое сложное дело для таких хрупких девушек, как я. Но можно вооружиться вот таким тяжелым ножом или молотком. Лучше всего позовите на помощь мужчину. Но я пока попробую сама. Так, есть такой еще лайфхак. Если вы хотите кокосовую тарелочку, то вам нужно постараться и ровно расколоть кокос. Попробуем. Самое главное, да, чтобы мякоть осталась целостной. Вот так вот все далеко не чисто после очистки кокосов. И еще, кстати, во время чистки обнаружилось, что 3 из 7 кокосов с плесенью. Это вообще как? Ответа на этот вопрос не будет, но мы все равно пойдем дальше и сделаем кокосовый урбич и взвесим 4 кокоса, которые уцелели, чтобы узнать, сколько в итоге мы получим на выходе именно урбича. Итак, во время чистки мы выяснили, что 3 из 7 кокосов с плесенью. Именно те кокосы, в которых не было воды или они были немного повреждены. И если вы спросите, почему же так получилось, если мы знаем, как выбирать свежие кокосы, дело все в доставке, в которой не обращают внимание на такие нюансы. Поэтому сами идите в магазин и выбирайте лучшие кокосы для своего урбича. Ну или, как я уже говорила, готовую кокосовую стружку без сахара. Тоже у проверенных поставщиков. У воды, полученной из кокоса, масса применений. Можно ее отфильтровать, например, с помощью мешочка для орехового молока из комплекта к нашим блендерам и выпить. Можно сделать с ней смузи, можно заморозить и сделать кубики льда для красоты. Кстати, мы так делали с блогером Ксенией Душечкиной. Посмотрите ролик, и там мы готовили тропические конфеты из кокоса и фиников. Вкуснотища была. Ну а сейчас мы заниматься этим не будем, а приступим к урбичу. Для этого нам нужно обмыть мякоть кокоса и, соответственно, приступить к приготовлению. Однако перед приготовлением нужно сделать еще кое-что. Вот эти длинные волосы кокоса можно убрать. Сделать это легко и просто, и это нужно для того, чтобы они в процессе измельчения стружки не попали в нашу стружку. Если вы хотите получить ремесленную кокосовую стружку, идеально чистую и белую, тогда при приготовлении стружки не доходите до скорлупы кокоса. Иначе у вас будут темненькие вкрапления вашей стружки. Ну а если ваша цель сделать кокосовую тарелочку или какую-то другую подделку из скорлупы, тогда, напротив, вам нужно очистить всю поверхность скорлупы и высушить ее, например, в зегидраторе. Говоря о практичности приготовления кокосовой стружки в меланжере, могу сказать следующее. Здесь остается достаточно много продукта, если вы не готовы к тому, чтобы в вашей кокосовой стружке присутствовали темные вкрапления от скорлупы. Тогда вам придется оставить некоторый слой и таких скорлупок у нас получилось 8 из 4 кокосов. Сейчас мы сделаем следующее. Высыпем кокосовую стружку из меланжера в тарелку и сразу взвесим, сколько будет составлять ее масса в сыром виде. Чтобы кунжут выделил больше масла, превратился быстрее в пасту и раскрыл полноценно свой ореховый аромат, его можно поджарить. Но если вы сыроед, воспользуйтесь дегидратором. Я тоже буду сушить в дегидраторе, но не потому, что я сыроед, а потому, что кокосовую стружку я сушу. И считаю, что вкус нужно оценивать на равных условиях. Поэтому и кунжут я тоже буду сушить. Но в отличие от жирного кокоса, который нужно именно высушить в течение 8 часов, кунжут можно просто подсушить 2-3 часа. В дегидратор Aromit Professional войдут и жернова от меланжера. Благо в нем стальные прочные лотки, и они способны выдержать даже такую тяжеловесную большую конструкцию. Их нужно прогревать для тех же целей, чтобы выделить больше масел в процессе приготовления и ускорить процесс. Маленький лайфхак, чтобы сделать больше урбича и его еще быстрее, подсушенный кунжут измельчаем в блендере. Всего за 30 секунд идеальная консистенция мелкой крошки. Готов он будет тогда, когда вы решите, что он готов и консистенция идеально вам подходит. Однако стоит помнить, что время бесперебойной работы меланжера 24 часа и не стоит его превышать, чтобы дольше сохранить работоспособность чудо техники. Прошло 4 часа, давайте остановим работу меланжера и посмотрим на консистенцию. Консистенция гладкая, однородная и глянцевая. То, что мне нужно, поэтому я готова переливать. Из 400 г кунжутного семени получили 214 г кунжутной пасты. Теперь ждем 50 минут, пока кокосовая стружка досушится, и сделаем кокосовый урбич и будем пробовать вместе. До новых встреч! До новых встреч! Пока! Кокосовая стружка в сухом виде получилась в 2 раза меньше, чем кунжутного семени. Соответственно, и приготовился урбич кокосовый быстрее. Всего лишь за 30 минут идеальная консистенция достигнута из 200 г кокосовой стружки. Ну а сейчас узнаем, сколько это в граммах готовой жидкой смеси. Проведя простой арифметический подсчет, мы выяснили, что масса кокосового урбича составляет 172 г. Это немного меньше, чем кунжутного, поэтому рейтинг кокосового урбича снова падает. Но сейчас мы проверим на вкус и это будет решающий раунд. Сейчас оба урбича имеют очень жидкую, текучую консистенцию. Когда вы будете хранить их в холодильнике или в каком-то прохладном месте не выше 20 градусов, они у вас загустеют и можно будет намазывать на хлеб или какие-нибудь хлебцы, почти как сливочное масло. Но на вкус не повлияет это, поэтому можно оценивать уже сейчас. Очень сладко. Стоит сказать, что кокосовый урбич можно использовать как десертный, так и как закусочный, если добавить к нему, например, миндаль или бразильский орех, а еще добавки в виде апельсиновой цедры или лимонной цедры. Тогда получится более кислый и нетривиальный вариант. Кунжутный урбич уже немного загустел за то время, пока готовился кокосовый, поэтому его консистенция немного отличается. Но если подождать еще 30 минут или час, то кокосовый будет примерно таким же. Опять же повторюсь, на вкус консистенция никак не влияет, поэтому можно сравнивать. Кунжутный урбич более сдержанный, терпкий, с легким послевкусием ореха. Консистенция у обоих просто изумительная и безупречная. Вы можете видеть это сами. Оба можно использовать как закусочные, так и десертные. Я уже сказала, что можно добавить кокосовому урбичу, а вот кунжутному добавьте, например, какао или сироп топинамбура. Подойдут и другие заменители сахара. В общем, я даже не знаю, какой урбич мне выбрать, потому что они абсолютно разные и под разные цели, под разные вкусы для разных людей. Мне, например, ближе и больше мягкий, нежный, кокосовый, тропический и сладенький сам по себе этот урбич. Но кунжутный я бы тоже поела, однако о совсем других интерпретациях. И все-таки самое главное для урбича – это консистенция. В обоих вариантах она просто идеальна и безупречна. И приходим к выводу, что главное – это качественная техника. В нашем случае – меланжер. Считаю справедливым вернуть максимальные рейтинги обоим нашим урбичам и сказать – берите любимый продукт – меланжер «Рамит» и воплощайте мечты в реальность вместе с нами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok